Конрад Аска родился в 1974 году на крошечном карибском острове Антигуа, и, судя по всему, он был выдающимся человеком. Конрад был лидером семьи, говорит его брат, он был примером для всех нас. Определенно, Аска был глубоко верующим человеком. Мы знаем это, потому что последнее, что он сказал за секунду до гибели, было «Господи, передаю тебе свою душу». Представьте, что это последняя фраза вашей жизни. Но его смерть была скандалом. Причина его смерти обернулась скандалом, и многие в авиационной индустрии знают, но никогда не говорили об этом публично. Мы подумали, что расскажем вам, потому что это урок для всех, кто летает коммерческими рейсами. В феврале 2019-го Аска был вторым пилотом грузового самолета Амазон Прайм в авиакомпании Atlas Air. Он летал на Боинге 767. На подлете к аэропорту Хьюстона Аска полностью взял на себя управление. Спустя секунды, пытаясь применить аэродинамические тормоза при посадке, Аска случайно включил режим ухода на второй круг. Это придало самолету неожиданный толчок. В ответ на этот неожиданный толчок Аска запаниковал. Вместо того, чтобы проверить инструменты и узнать, что происходит, он сильно надавил на штурвал, насколько хватило сил, и самолет спикировал сначала в облака и затем в воду. Самолет был полностью разрушен от удара, погибли Аска, командир судна и еще один пилот, который летел домой. Исходя лишь из этих фактов, очевидно, что хотя Конрад Аска и был порядочным человеком, не следовало доверять ему управление самолетом. И его личное досье это подтверждает. Полностью. До того, как он начал летать на 767-х для Амазон и Атлас Эйр, он был пилотом в семи разных авиакомпаниях, включая Месса Эйрлайнс. Несколько инструкторов Месса сообщили, что Аска часто был перегружен в кабине пилотов, так же, как и в день своей смерти. Один пилот позже рассказал НТСБ, что в чрезвычайных ситуациях Аска, цитата, «остановился крайне нервным и начинал нажимать на кнопки, не думая о том, на что он нажимает, просто чтобы что-то делать». Проясним, что для пилота это смертельно опасно, что и подтвердилось. В Атлас Эйр заявили, что ничего об этом не знали, когда нанимали Аску. Но когда он поступил в Атлас Эйр, Аска был настолько неумелым на симуляторе, на котором должны тренироваться все пилоты, что компании пришлось возобновить программу специально для него. Все остальные успешно закончили курс. В своем заключительном докладе НТСБ предсказуемо указал, что причиной крушения стали, цитата, «системные просчеты авиационной индустрии в отборе и практике оценки готовности, которые не смогли решить проблемы второго пилота, связанные с его пригодностью и с надлежащей реакцией на стресс». Кстати, это то, что проверяют все авиакомпании и военные с момента появления авиации. Семья Аски, потерявшая сына, мужа и брата, знала это. Они подали несколько судебных исков, обвиняя Атлас Эйр и Амазон в преступной халатности. В частности, за допуск этого человека в кабину пилотов, несмотря на его очевидную неспособность управлять самолетом. Так почему он управлял самолетом? Ну, в этом конкретном случае у нас нет четкого ответа, но все кажется очевидным. Авиакомпании типа Атлас Эйр, на самом деле все авиакомпании, делают все возможное, чтобы нанимать и переобучать пилотов на основе незначительных критериев, таких как внешний вид. И опять же, внешность никак не влияет на вашу способность управлять самолетом или делать операции, да на что угодно. Это несущественно. Но на своих сайтах Амазон и Атлас Эйр объясняют, что цитата «многообразие определяет все их действия». Вот цитата с сайта Атлас Эйр. «Мы продвигаем многообразие, равенство и инклюзивность как бизнес-стратегию и двигатель инноваций. Мы руководствуемся философией DEI». Ну да, по-видимому, это так. И вот результат. И, конечно, Амазон заявляет то же самое. Это не просто исключение, такое происходит не только в Атлас Эйр, это происходит со всеми крупными перевозчиками в Соединенных Штатах. Соображения безопасности игнорируются в угоду тому, что называется равенством. Отбор по внешности, а не по способностям. Это безумие, и в нашем случае это убило трех человек. United Airlines пообещала, что половина новых стажеров будут, цитата, с женщинами и меньшинствами. Верно. Не лучшие пилоты, а люди, которые выглядят определенным образом. Как мы сказали, в декабре Boeing 777, направляющийся в Сан-Франциско, чудом избежал столкновения с поверхностью океана, он просто свалился с неба. И пилотов, которых, очевидно, не подготовили должным образом или наняли на основании несущественных критериев, отправили на переподготовку. К счастью, сотни пассажиров того самолета выжили. Но это происходит повсеместно. Поговорите с теми, кто работает в индустрии, с любым действующим пилотом. Авиакомпании занимаются безумной борьбой за идею равенства. То есть, они пренебрегают безопасностью в угоду идеологии. И люди будут умирать. Люди умирают. Это произойдет снова. Это нужно остановить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин